Пандемия, охватившая мир, внесла коррективы абсолютно во все сферы человеческой жизни. В частности, привычный алгоритм празднования Дня города изменился. Традиционный фестиваль уличных музыкантов Подбелка отменен. Не будет и праздничного концерта, приглашенными гостями, на котором должны были стать отпетые мошенники. Не будет и летних дней джаза. Все мероприятия будут проходить локально с учетом соблюдения масочного режима и социальной дистанции. Все мероприятия начнутся в 9.25. Памятным знаком 925 лет Рязани будет поощрено 925 человек. Будет интересный рассказ, который вы уже наблюдаете в соцсетях. 925 интересных фактов прошлого и настоящего Рязани. Квест, как уже было сказано, 925. В данный момент подтвердили участие 8 команд. Сейчас продолжается подготовка внешнего облика города к празднику. Оформляются остановки, расклеиваются афиши и городской транспорт. Главным акцентом станет лазерная подсветка зданий, Академия ФСИН, Театра драм и торговых центров. Из того, что уже стало традицией – подарок городу. В преддверии дня города или в день города появляются подарки для города. Подарки – это могут быть и благоустроенные территории, или какие-то арт-объекты, либо открываются учреждения после ремонта. Вот такие подарки город получает. Получает 1 августа и одномоментно в 13.00 мы откроем библиотеку филиал номер 10 в строителе. Мы откроем кузнечный букет в лесопарке от гильдии кузнецов России. На территории обновленного зеленого театра в ЦПК и ООО запланировано мероприятие. Фестиваль «Арт-парк» включит множество площадок, пройдут и спортивные мероприятия. В день города будут организованы 5 спортивных площадок в ЦКПО. Традиционно сейчас уже стала гимнастика, которая у нас проходит для всех жителей города Рязани в 11 часов. Соответственно, 1 числа, в связи с тем, что 925 лет, и это будет символично, было принято решение начало этой гимнастики в ЦКПО начать в 9 часов 25 минут. То есть приглашаем всех желающих. Соответственно, основная программа, спортивная, начнется в 12 часов. И радостная новость. Праздничный салют состоится в 22 часа. Точное место не называется, но в администрации подчеркнули. Комфортно наблюдать салют можно будет с центральных улиц. Марина Комиссарова, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».